Друзья, привет! Привет-привет! Мы с вами находимся в Алуште, пансионат моря. Здесь же резиденция Александра Лебедева. Здесь множество бассейнов, множество вилл, корпусов. Здесь только зелени. Сейчас вы все увидите с коптера. Посмотрим, как мыслит этот человек, как он этого всего добился и куда он движется дальше. Кто такой Александр Лебедев? Это человек, который в 2007 году был топ-23 списка форс-миллиардер. Это человек, который дважды был миллиардером, дважды не становился им. Который сейчас снова ищет новые идеи для новых прорывов. С ним мы поговорим о том, что же все же дает вот такой экстраординар, когда вот есть там миллионеры, есть мультимиллионеры, есть миллиардеры и мультимиллиардеры. Вот что нужно, какие качества ему помогли стать им. Мы с Александром стали партнерами. Строим каворкинг-отель в Крыму. Слушайте и смотрите внимательно. Узнаете, как стать партнером с Александром или присоединиться к нашей команде. Нахожусь у себя в отеле в Крыму, наверное, в самом большом отеле крымском. И лично вот 10 дней погружаюсь в решение каждодневных задач. Вот я, например, все это построил и никогда не заморачивался финансовым результатом. И в общем в бизнесе полная тотальная концентрация – это основное. И ты должен просто быть внутри этого процесса с утра до вечера. Желательно еще и концентрироваться, что я, кстати, не особенное делал. Я брался за много разных вещей одновременно, это неправильный принцип. То есть можно ли первый вывод такой сделать для наших зрителей, что концентрируйся на одном? Да, как-то это такое? Ну вот знаете, как американская система, грубо говоря, когда делается кино, 300 человек, каждый делает какой-то маленький кусочек. И он настолько глубоко знает этот предмет. А у нас есть такая практика, когда люди берутся сразу за все, они не глубоко погружены, они плохо понимают предмет. И получается халтура. Мы до сих пор в кино-то, значит, тот же Терминатор, мы не можем сделать те же спецэффекты, которые 20 лет назад делались в Голливуде. Есть одна уборщица, которая выбирает, чтобы чисто было, а другая выбирает, чтобы 15 тысяч рублей заработать. Нужно начинать становиться экспертами у своей индустрии и работать, чтобы давать результат, приносить пользу людям, обществу, инвестору, семье. И тогда и деньги будут. И пол будет чистый, и, естественно, платить будут за это. В любом случае, вся концентрация усилий 24 часа в сутки должна быть на каком-то одном хорошо понятом предмете, где вы отличаетесь от всех и где вы 100% добьетесь результата. Мне кажется, нельзя распыляться. И нельзя рассчитывать, что это быстро. Я не видел вообще хороших бизнесов, которые возникали ранее, чем через 3-4-5-10 лет. Все равно это длинный путь к успеху. И тут нужно настраиваться на то, что ты восхождение на Калиманджаро, а не на гору Костель, в которой можем утром сходить. В общем-то, вся набережная его, там все эти отели, кафешки, рестораны, то есть все-все-все вот это обустроенное. Ну, практически 95% это то, что входит в его собственность, и поэтому давайте разбираться, как он этого достиг и как он мое следствие. Верите ли вы вообще в карму, ну то, что что делаешь другим, то тебе вернется? Верю. Да. Мне кажется, это так и есть. Просто это на каком-то, может быть, витке. Может быть, даже при реинкарнации у кого-то, при следующей. Не обязательно это вот в какой-то следующей жизни может быть. Ну, вы считаете себя человеком щедрым? Ну, вот по отношению к своим друзьям. Ну, то есть это является ценностью? Конечно. Конечно. Ну, просто не очень удобно про это говорить, но, конечно, мне кажется, что это очень важная составляющая любого предпринимателя. Ну, вот у вас же жена занимается благотворительными мероприятиями. Вот что в вашей жизни, какую роль играет вот благотворительность? Ну, Лена молодец. Она собрала в Инстаграме на аукционах за три года где-то в районе трех с половиной миллионов долларов. Это у нас, ну, моя английская газета собирает большой фандрейзинг. Ну, ее читает там... А тут один человек? 150 миллионов человек в месяц. А тут один человек и практически без всякой помощи. Там ей немного помогают подбирать детей, договариваться с воспиталями. И чуть-чуть там помогает один человек по организации аукционов. Она в основном все делает сама. Вот уникальный результат. Она 89 детей спасла. Я тоже помогаю аукционам, когда надо что-то подпереть какие-то... Что-то покупаете? Да, что-то не очень удачно идет. Просто молодец. Она настолько этим увлечена, просто здорово. Конечно, такие люди вообще должны быть примером для всех. Есть ли какая-то высшая цель, ну, то есть как миссия там на жизнь? Что-то хочется именно сделать, повлиять? Я бы, конечно, больше делал для благотворительности. Потому что в последнее время у меня уменьшились возможности. Но я бы, конечно, гораздо больше делал по медицине, по культуре. Конечно, отдавать это офигенная история. То есть можно менять целыми блоками жизнь людей к лучшему. А так я, в общем, в основном на благотворительность потратил миллионов 300 долларов. Остальное в инвестиции. Ну, часть этих инвестиций закончились не очень удачно. Я просто на благотворительность по-другому бы действовал совершенно. Я бы менял бы целые большие блоки общественной жизни и культурной для людей. Вот прям мне это интересно реально. А вы один храм пока построили или еще есть? Ну, я много в Ярославской епархии. Я помогал восстановить Успенский собор. Я в Дивее в монастыре построил общежитие. И в Крыму всегда пытался изменить общественное культурное пространство. Потому что я построил театр Чехова, восстановил музей, помог. Храм построил, набережную. Я как бы пытался вот культурное пространство изменить в первую очередь, а потом уже в нем что-то тут создавать. Потому что, конечно, я мог бы все эти инвестиции сделать на юге Франции или на Мальдивах. Они, наверное, были бы гораздо рентабельнее, хотя бы с точки зрения сезонности. Конечно, большой инсайт здесь был, это то, что человек очень сильно отдающий. То, что цифра 30 миллионов долларов, благотворительность была отдано. Он строит храмы, церкви. И это, конечно, очень интересно. Не то, как он общается с персоналом, он там огурцами всех обещает, не только себя и нас, но и водителей. Ну и на самом деле он очень сильно подобрел. Вот если смотреть старые какие-то видео, то что идет как раз развитие очень большой стороны доброты. И очень любопытно, что в Ведах же реально написано, что если в этой жизни ты построишь храм, то в будущей жизни ты станешь там супер-гипер-мега-богатым. И походу, что он как бы интуитивно эту формулу тоже использует. И в прошлой жизни построил его. И поставил его задел на следующее. Мне кажется, вот все ваши кармические вещи, вы правильно про них говорите, что при этом нужно как-то быть очень созидательным, открытым и добрым человеком, своим внутренним миром, который позволяет из этого внутреннего мира черпать усилия. Ни в коем случае не ходить по головам. День у меня расписан так. Я три часа утром занимаюсь спортом, потом я танцую два часа впервые в жизни. Ну мы да, записали с женой кое-что, да. Мы бачату записали и ссали все. Понятно, что я там так на задних ролях. Ну это вы как бы... А кто был инициатор? Я придумал. Я привез из Питера двух танцоров в неделю сюда. Дальше я полтора часа занимаюсь, пилотирую вертолет, потом я плаваю, потом ловлю рыбу. Скорость струзи. Я на лыжах бегаю, на коньках катаюсь. Просто мне нравится, когда что-то разнообразить. Велосипед, плавание, я в Москва-реке плаваю. Все остальное время я занимаюсь где-то там часов шесть, я занимаюсь погружением в предмет. Для меня это совершенно... Потому что я плохой управленец, на самом деле. Вот такой каждодневный управленец, который управляет людьми, я не очень удачный. Это я пытаюсь поменяться вообще целиком. Насколько связи, вот дружба, она в бизнесе нужна? Очень важно. В современной России есть люди, которые вообще всего добиваются только исключительно за счет того, что они всех знают и в пули там могут о чем-то договориться. Это ваш случай? Нет. Думаю, что нет. Нет. Я наоборот, нередко портил отношения с людьми, которых я не уважаю. А здесь нужно, ну как бы, наступать на горло своим там. Вещение, что вы очень скромные еще тоже. То есть, как бы, скромность помогает? Нет. Нет? Абсолютно. Скромность, это как раз такая черта, которой надо в бизнесе сживать. Понятно, что можно быть там не очень скромным, но интеллигентным желательно. Но я встречал людей, которые добивались успеха именно потому что они идут по головам. это правда, такая есть. Еще раз подтвердилась тема с неудачами. То, что человек, который добился высоких результатов, это прежде всего человек, который очень много раз, ну, как бы, у которого немного раз не получилось. и, ну, в Америке есть там культура, по сути, того, что предприниматель, это обязательно там бесконечное количество раз провалов и там небольшое количество раз успеха. И у Александра получилось именно так. То есть, у него там успех-успех, много, и потом не получилось, не получилось, не получилось, не получилось, не получилось, там успех-успех. Ну, то есть, это вот соотношение, при том, что получалось меньше раз гораздо, чем он пробовал. сколько всего бизнеса вообще я свернул банковский даже я в принципе основа моего бизнеса всегда был банк но два года назад из-за моих расследований я прочитал же несколько лекций они есть в ютьюбе и кстати они достаточно популярны о том почему и как надо бороться с расхищение ведения клиентских из банков у нас тысячи банков примерно потеряли лицензии за 10 лет оттуда украли 150 миллиардов долларов это все несколько человек которые ехали за границу но раньше меня так государство не поддерживал сейчас более-менее поддерживает но все равно каких-то серьезных мер этой области я доиграл с такой степени что крыши этих банкиров наехали на мой банк мне пришлось рассчитаться с клиентами у меня был миллиард долларов клиентских денег я все время да я никому ничего не должен поэтому я свернул свой основной бизнеса его в общем довел до нуля меня остался аграрный бизнес строительный я подсвернул практически так мы сегодня строительный бизнес совсем тяжелейшем положении это все знают а потом у меня вот есть это правильное питание потом у меня есть завод который делает атомное оборудование для атомных станций под москвой где как раз вот занимаюсь этими геропа на летами но еще наверное с десяток тем я каких-то виду там английские газеты там понятно что у меня сын в основном этим занимается вот сейчас я рассматриваю возможность вернуться в авиаперевозки поскольку мне airbus отдал 9 эмбраеров 50 местных но я в принципе довольно много неудач потерпел в авиаперевозках red wings мне пришлось отдать из-за авиационного происшествия за 1 рубль blue wings я потерял в германии ну это с другой стороны опыт приобретать конечно через через неудачи приобретается колоссальный опыт как помните говорил евгений чичваркин должен 999 раз делать одно и то же и тогда может на тысячный раз тебе это удастся до этого ты 999 раз упадешь здесь тоже хочется просто такой некий вывод сделать что предпринимательство это прежде всего о количестве попыток и о твоем отношении к тому когда у тебя не получается ребята еще одна возможность мы уже с александром который раз общаемся и александр у него много идей про стартапа а при этом как мы уже вот раньше говорили что в россии проблема с менеджментом и с людьми которые помогут все реализовать у вас свой получается идея про хелси фуд идея про продали варе еду хелси фуд я ее сам произвожу я вам нужно все равно менеджер который все будет рулить от души и которые кайфуют это потом вам нужен все равно менеджер управление ну вот я я я добра сам даже не знаю я знаю про кикстатер ну кто-нибудь может мне помочь упаковать стадала с этим делом можно поднимем более есть рис у вас есть идея вывода independent на индийский рынок соответственно нужны ребята которые разбираются в медиарынке и которые готовы по сути переводить британские статьи хинди там и ну да взять британскую журналистику хорошую ее адаптировать в основном за счет перевода классного и чуть-чуть какого-то local контента на рынок латинской америки германии тот кто рулит в digital media вот вам бизнес возможности открыть independent соответственно вот отельные комплексы нужно рулить коваркинг отелем а или клиникой ну как вообще загрузить межсезонье вообще странно почему жители питера новосибирск там москвы почему они здесь не живут нужен партнер для клиники тот кто мечтает посвятить свою жизнь тому чтобы там лечить людей остеопатии гомеопатии это все объединить в одном месте там колоника терапии иглоукалыванием можно это все организовывать есть инфраструктура но остались только не небольшое количество людей потому что которые способны это запустить маркетировать продавать и и управлять вы видите что александр куча бизнесов у него очень много проектов но реально сильных управленцев каких-то надежных партнеров просто не достает их не хватает поэтому если вы хотите работать вместе с александром как сотрудник или как управление спешите в комментариях вашу историю пишите почему именно с вами должна работать мы обязательно вас контактируем возможности колоссальное количество что друзья получилось по моему очень круто главный на самом деле вывод это то что все люди достигшие сверх результатов они очень сильно разные у каждого свои какие-то фишечки свои какие-то прорывные моменты свои силы у личности и самое главное что наверное хотелось бы пожелать это то что если вы стремитесь к тому чтобы у вас было реально много денег то окружайте себя людьми у которых много денег и вы увидите что и вы тоже со своими какими-то уникальными талантами или наоборот уникальными какими-то такими анти талантами вы тоже можете достигнуть супер высот если просто поверите себя и будете действовать правильно и друзья если вам понравился этот выпуск то ставьте лайки и делайте репосты и пишите комментарии мы обязательно все прочитаем мы смотрим то есть нам очень интересно ваше мнение и подписывайтесь на наш канал если вы хотите следить за следующими нашими выпусками быть всегда в курсе пишите нам кого пригласить на следующий выпуск до встречи не переключайте